здравствуйте здравствуйте сегодня 23 мая 2016 года канала подготовка программа плохие новости со мной в студии сергей и валерий у нас прямой эфир вещаем из саратов с волги из россии до до новой исторической эпохи осталось 530 дней вот тут пишут что мальцев будет в майке алкаша да и надо еще май к майке алкаша шапочку растамана и в общем-то над как-нибудь так одеться повода нет будет повод обязательно оденемся вот значит начнем с того что осталось до окончания регистрации на сайте волна перемен где вы можете проголосовать за меня осталось двое сутка то есть это двадцать шестого числа в ноль часов регистрация заканчивается то есть нужно фактически 23 сегодня вот 24 25 фактически да осталось двое суток поэтому просим вас самим зарегистрироваться просим чтобы вы там я не знаю соседи кошка собак кого угодно зарегистрировали чтобы они могли проголосовать за мальцев но про кошка собак это шутка конечно а в общем то нам нужно победить на этой площадке обязательно нужно победить потому что дальнейшие действия которые спланированы они зависят в общем-то от этой победы там письма на тему были сережки прочитали но песен на самом деле невероятное количество множество часть потому что у нас конечно да но тут не только на эту тему люди пишут и задают вопрос вот в частности как относитесь к различным субкультурам неформалом панком и так далее можно их ждет после 5 11 18 ну субкультура что ждет какие-то субкультуры ждет умирание до какие-то расцвет почему потому что и это не от это зависит не от воли кого-то тогда даже не от воли народа это от времени каждой субкультуре соответствует свое время до какие-то долгое время существует какие-то умирают быстро но 1 1 цвет все-таки на короткий период приходится но вспомните да там хиппи панков так далее пришли и уходят да сейчас можно найти масса мест где еще сидят хиппи там курят куришку до бухают бухашку но все равно даже в южном парке до мультик про хиппи но все равно это такая уж и унесенные ветром субкультура унесенных ветром что так оно есть поэтому мы искусственно ничего не будем не трамбовать не развивать а зачем какой смысл все разовьется в свое время да но если никакой общественной опасности эти люди не представляют то в общем то каким-то образом с ними бороться совершенно бессмысленно и тем более бороться с какими-либо субкультурами это в общем то подпитывать эти самые субкультуры и это абсолютно очевидно да да пока пока не борется с каким-либо движением к нему намного меньше внимания если начинают с ним бороться значит к нему будет намного больше внимания и спрашивают как будете поступать с теми семьями которых суды по ипотеке выкинули на улицу с детьми такие вещи конечно мы я не хочу сказать что отменим эти решения суда потому что мы как бы вообще на них внимание особо обращать не будем поскольку это античеловечные решения и я думаю что все семьи улучшит свои жилищные условия во многом за счет тех судей которые выселили куда-то но у нас мы видим что целые города фактически в каких-то виповых зонах до стоят пустыни то есть это города для собак кошек и охранников там никто не живет потому что там вип-персоны понастроили каждые по 10 коттеджей но наверное большинство этих 99 процентов из построенного построены на украденные у народа деньги я думаю это должно вернуться к народу в виде в натуральном виде мы говорим о том что наверное после 5 11 не будет жилищной проблемы почему потому что есть во все эти купленные десятками квартиры коттеджи и так далее расселим людей то у нас даже будет избыточной желать площадь это кто к чему стремится путин как он говорит давайте построим что было много вова уже построили все уже построили все мы без тебя уже все решим так что можешь не париться их у нас к сожалению это я ходила и чё делать а из прошлый раз из-за чего у нас их то было сейчас что-то где там замыкает а да у нас бутылки нет без бутылки ничего не работает в этой стране плохо и я намекал тебе имел ввиду что прочитать те а вот у нас видишь еще оранжевая трансляция не красная оранжевая то есть идет задержка значит по трансляции ну ничего ничего мы в эфире так что давать ну пусть будет задержкой какая разница там вот письмо которое нам прислали по поводу почему пар нас а тогда прошу прощения будешь говорим о праймерис да и на самом деле очень много это не одно письмо дорога замучено много люди ну кто-то спрашивает кто-то критикует кто-то яро критикует но прочитаю письми школ то дано письма письма на самом деле очень много который в общем то все сводятся к одной единой мысли почему именно пар нас почему мы не я хочу жуту прочитал у тебя его нет не у нет Откроем письмо. Я же просил открыть письмо. Открой, посмотрите. Я хочу именно, чтобы это письмо прочитали, потому что человек написал так вот в сердцах. Хочется пока поговорим о праймерис тогда единой России, потому что прошли выходные дни. Во-первых, в выходные дни прошел у таджиков референдум. Теперь главный таджик будет сидеть пожизненно, как там считают. Не будет он сидеть пожизненно, поверьте. Нет, будет, конечно, пожизненно, но не тем путем, где-то, которым думают, что такой фаворе будет все время. Хотя путинцы пытаются с талибами договориться, с какими-то другими силами, которые могут подвинуть главного таджика. Так, что-то тут много так пишут люди. Вот. Что, нашли письмо-то? Ну ладно. Давай, Сергей, про праймерис тогда поговорим. Что там с единой Россией? Ты у нас как-то там все эти вещи за ними наблюдал. Тут вот бюллетени нам прислали, фотографии. Вот. Революция будет 5.11.17. Это бюллетень для праймерис. И ты рассказывал, что там сказали. Да, сегодня у нас проходила пресс-конференция в Саратове, посвященная итогам вот этих ядровских праймерис. Там подводили промежуточные итоги, рассказывали про всевозможные фальсификации. Ну, вернее, рассказывали, что их не было, да. И вот так, ну, не то чтобы по секрету, краем уха. То есть, официально об этом не сказали, но я краем уха от одного из людей, который, в общем-то, занимался вот этими подсчетами, услышал следующую фразу, что основная часть нарушений была связана с тем, что там писали, значит, какие-то призывы за несуществующих кандидатов. Ну, то есть, там, за каких-то людей, которые либо снялись с праймерис, либо вообще не участвовали. Ну, грубо говоря, там, за Навального, да, ну, грубо говоря. Вот. И вторая фраза была более интересная. Сказали дословно следующее. Значит, писали за несуществующих кандидатов и про какую-то революцию. Ну, вот, в частности, революция 5-го, 11-го. Вот, наверху написано ПТН, ПНХ, внизу Немцов жив, а сверху революция 5-го, 11-го. Вот еще такой бюллетень для праймерис. Вот еще бюллетень для праймерис. Тут, в общем-то, очень много прислали. Я покажу только некоторые. Вот, где дороги, где деньги, филончели и так далее. То есть, ну, люди сходили туда и проголосовали, в общем-то, не так, как хотели эти черти. Хотя, там, видишь, многие рассказывают в Саратове, что карусели крутили с целью, значит, чтобы показать, что было очень много народу. На самом деле, ну, не так много было, как карусели, но выгоняли оттуда всех, кто только мог это увидеть, да, все эти карусели. Ну, и, в общем-то, даже со всеми этими каруселями, со всеми этими агитационными плакатами, мы помним, да, что мы в пятницу говорили, что повесили агитационные плакаты, где написали, что явка на праймерис обязательна. Вот, и вот со всей этой такой активной рекламой, мягко говоря, да, агрессивной рекламой, несмотря на все это, сколько там, 13 или 14 процентов от общего количества избирателей эти праймерисы собрали. То есть, это ничтожно мало, и если из этого еще убрать всех рабочих с заводов, которых сгоняли, всех учителей, которых сгоняли, всех там студентов и всех прочих, то мы получим полтора процента, которые от общей явки, в общем-то, на выборы пришли. Да, у Навального на сайте написано, с Халини наблюдателя Анну Петрову пытались задушить после того, как она заметила нарушение на предварительных выборах Единой России. Хорошая санкция такая, задушить наблюдателя. Вот, а также раздавали бутерброды, вот, где эти бутерброды раздавали тем, кто проголосовал, ну, и мог подтвердить то, что проголосовал. Вот, так, потом, интересная ситуация, сама агитация была очень интересна. Вот, например, вот в Вологде, там вот эта вот девочка какая-то, которая там в каком-то сериале снималась, вот она агитировала за себя, исходя из того, что она встала на защиту завода Вологодского масла и не дает его приватизировать. Это потрясающая ситуация, то есть, одни рассказывают о том, какая замечательная вещь приватизация чего-то, там, Газпрома, Роснефти и так далее, и они должны, значит, помочь это все приватизировать, а другие рассказывают о том, что нет, это оказывается, вот, Вологодское масло, ну, это же не Газпром, понятно, да, нельзя приватизировать. То есть, Вологодское масло нельзя, Газпром можно. Удивительная ситуация, конечно. Потом, много всяких интересностей вот таких было, ну, там много разных, спасибо за поддержку, ваши налоги, наши доходы. Я думаю, что это уже чудили люди, их, вот, администраторы, кто у них работает, они же могут то, что другие не могут. Вот такие вещи были, Единая Россия, пора наводить порядок. И табличка, а что вам мешало раньше, действительно, что мешало раньше. Вот такие фотки опубликованы, область, в которой хочется жить, из говна автобус выталкивают. Ну, в общем-то, народ развлекается, но всем понятно, что так жить нельзя, как в свое время Говорухин говорил. Все прекрасно понимают, что это скоро закончится. И вот, ну, давай, Папу, письма того, нашли его? Я нашел письмо. Уважаемый Вячеслав, почему именно Парнас? Мои друзья, которых я прошу за вас проголосовать, объясняют мне, что Парнас – это зло. Что если он пошел в Парнас, верить вам нельзя. Парнас, почему именно Парнас? Слава, я в сомнениях теперь. Почему не другая партия? А какая другая партия? Вот какая-то есть площадка. Тут, как это ни парадоксально, но если не Парнас, то что? То что? То есть площадки-то другой нет. И смысл такой, что лучше уж Парнас, чем Вову, пидорас. Ну, мы так сейчас вот подошли, дожили до такого момента. У Мальцева есть возможность зарегистрировать свою партию? Конечно, нет. А нужно ли участвовать во всех этих политических мероприятиях? Конечно, нужно. С одной стороны, показав полную их дебильность, этих мероприятий, что они ни для чего вообще не нужны, что никакой власти они не рождают, что не являются они источником никакого народовластия по Конституции. Кроме всего прочего, это даст возможность, если все правильно получится, участвовать в дебатах. И я очень агрессивно в данном случае настроен. Я понимаю, что там выборы подтасуют, карусели будут крутить, сделают все, что угодно. Но меня и не интересуют сами выборы. Меня интересует момент раскачивания лодки. Это один из путей. Мы разные пути смотрели. Как раскачать лодку до 5-го, 11-го, 17-го. Вот эту путинскую, вот эту гадскую лодку, вот этот режим. Вот это один из путей. И все. И это не значит, что Мальцев поклялся на верность Парнасу и побежал, должен принести им уши мента в фуражке, чтобы доказать свою верность. Нет, абсолютно. В данном случае мы попутчики. Попутчики в деле ненависти к Вове Путину, к его режиму, к уничтожению этого режима. И все люди, которые являются в данном случае попутчиками, независимо от их идеологии, будь то коммунисты, будь то радикалы абсолютно права и ультра, мне абсолютно безразлично. В этом деле мы все сотоварищи. У нас у всех одна и та же цель. И эта цель очень важна для России. Как можно, вот мне там кто-то не нравится где-то, а поэтому, значит, там, я не знаю, Касьянов образно, там, телевизор он видел, что-то не то. А поэтому, если Мальцев вышел на площадку Парнаса, он предатель. О чем речь вообще? О чем речь-то идет? Чат не работает, пишет. Какой работает чат? Я читаю. Очень забавно писать в чате о том, что не работает чат. Вот тут на учительницу, получившую путинский грант, жалуются родители, там, хотят дело возбуждать. Она заставляла учить детей стихи о единой России. То есть не хотела, а заставляла учить о единой России стихи. И, в общем-то, что-то еще как-то грубо там с детьми обходилось. И уже неоднократно пытались дело на нее возбуждать. Это в Золотоусте. Я сразу вспоминаю, у меня была учительница Вера Николаевна Пановская. Она то ли народный учитель, то ли заслуженный учитель. Она замечательная. У нее любимое выражение было, когда кто-то там взял тряпку, вытирают с доски или еще что-то. Он говорил, услужливый дурак, опаснее врага. Вот был такой Андрюш Гадельшин, одноклассник мой, ныне покойный. Очень рано он скончался, жаль. А он такой полный был. И она и любил жвачку жевать. Это тогда вообще преступление. Она так, жвачку жуешь, капиталистам задницу лиджешь. Гадельшин, говнельшин. Он начинает смеяться. Она, о-о, затрясться студий. А мы ее ненавидели люто. Ну и это объяснимо, потому что, конечно, она тварью была конченной. И я очень любил взять значок, засунуть в парту. А там же резонирует хорошо. И вот сижу с спокойным лицом, а сам дергаюсь за иголочкой, зубами. Мяу-мяу-мяу. Как комус. Галтайский. Представляешь? А она бесится, не знает, что делать. Как вот бешеная собака такая. Не знаю, что. А мы сидим с такими лицами. Она так, пока вы маленькие. Вот вы тут щелкаете. Пока вы маленькие, с вами ничего не сделаешь. Вы вырастите. Вас в тюрьмы сажать будут. И у нас любимый прикол был. Кто-то стоит и ему показывает. Ну, надо кого-то рассмешить. Она кого-то допрашивает очередной раз, как гестапо ему покажет. И вот так и все ржать начинают. Человек ржет, его выгоняет. Очень смешно. Но, ты знаешь, вот это очень хорошо. Я уверен, что это большое благо, что у меня такой учитель был. Потому что, если бы у меня были все учителя нормальные, у меня было очень много хороших учителей, которыми я в поиск кланяюсь. Но, если бы не было такой учительницы, то я однобокое представление бы имел о жизни. И о том вообще, что здесь происходит. И о том, что хорошо, что плохо. А я с детства уже понимал, что хорошо, что плохо. А вот учительница математики, правда, в другой школе, она была просто умницей. И всю жизнь я ее вспоминаю. Всю жизнь. Она мне в армию письма писала. И вообще у нас были очень хорошие с ней отношения. Она всегда говорила, что мальцам, я пришел в математический класс. А из школы, где вообще там практически не было математики, там все было разрушено. Там директор вел математику, чтобы получать часы. Был абсолютным уродом. И, короче, да, ужас, представляешь. И я пришел в школу, где отличный директор, умница. Где математичка, умница. Я говорю, ну а что, зачем мальцам математики все равно в этой стране станет президентом? Президента я не был. Тогда были генеральные секретари. Она так говорила, и я ей поверил. Радаеву и Бабичу на Туриаде 2016 подарили по веревке. Да, это очень замечательная такая история. Представляешь, была какая-то Туриада, вот там в этом, в Хвалынске, да. И там им подарили по веревке, в общем-то, однозначно вроде как бы, для чего дарят по веревке. Оказывается, нет, что это спортивный инвентарь на память. Ну, всегда можно на этом спортивном инвентаре повеситься. Я понимаю, так, дарят веревку, значит, вешайся. Иначе, в общем-то, и он, Радаев, там много интересного на этой Туриаде заявил, что у нас и море тут самое лучшее, да, там, ну я так понимаю, Хвалынское море, и горы самые высокие, там самые лучшие. В общем, такую прогнал, горнолыжные склоны у нас не хуже альпийских, леса не хуже таежных, это в Саратове, где лесостепь это максимум, в основном степи, за Волжи только степь, вообще ни единого деревца. Здесь леса эти защитные, эти посадки, да, там, как они там называются, да, снег, который накапливают, все, здесь нет лесов. И он пишет, что у нас горы, какие горы-то, у нас холмы, горы у нас нет, он, наверное, в горах, что ли, не был ни разу, Радаев, он вообще понятия не имеет. Вот он, 17-й год будет годом экологии, там, что-то про географическое общество наплел, он очень молодец, как всегда, ну, трепал такого, что... Ну, и вот в год экологии нужно, наверное, Радаеву напомнить, может быть, он не знает, может быть, это все подстава, и мы говорили, помните, в пятницу об этом, в очередной раз говорили о том, что у его сестры обнаружилась почему-то дача в наших альпийских лесах, да, вот, обнаруживалась дача, которая там вроде бы незаконно находится, вот, может быть, в год экологии-то Радаеву обратить внимание на дачу своей, в общем-то, родственницы, а то у нас альпийские леса могут очень исхудать из-за таких вот Радаевых и их сестер, а там у него, наверное, еще водители, там собака, и каждому надо по даче, и мы тогда без альпийских лесов останемся. — Прислали вот объявление, которое было повешено на остановке, ищут водителей автобусов на работу в Саратове, причем никаких вот не было водителей, а с опытом работы, и, значит, зарплата пишут высокая, как вы думаете, какая высокая зарплата? От 6 до 12 тысяч, это к вопросу о средней зарплате, когда говорят, что средняя зарплата в России 30 тысяч, а вот в Саратове высокая для водителей автобуса от 6 до 12, это такая бредятина вообще-то, да, молодцы, в общем. Дугин опять отжег, вот он написал, значит, предисловие к книге «Гомосексуализм на службе национально-освободительного движения». Теперь вот такие, как Дугин, они говорят, что лучше, значит, вот свои такие педики, чем садомиты какие-то там с Запада, хотя к чему лучше, в общем. Не, ну понятно, к чему, что вот когда вот такие ребята на службе Путина, сейчас я ей покажу фотографию, она, в общем-то, обошла уже давно, все на свете, да, ну, в общем-то, всем все понятно, вот, когда такие на службе Путина, ну, это свои такие. Так, слушай, а где же у меня куда-то видео мое исчезло? Валер, да, куда-то, трансляция пропала. Ну, тут вот она была, куда-то пропала, я стал фотки ставить, и она исчезла куда-то, вот она, все, нашел я ее. Все, все, я ее нашел. Ура. Так, бывает у нас, видишь. Сборная России проиграла финнам, вот, но выиграла американцев, да? Ну, вот у американцев тут человечек какой-то обиделся, наверное, на это, и в коньки Павлу Децюку надул, тут вот даже фотографии есть, такой вот человек взял, а что-то из попы этого человека торчит, ужас какой-то вообще, тоже, наверное, но это, это неправильный такой, вот, правильный, если он Путина любил и на дуба, там, в коньки кому-то другому. Ну, то есть, это к тому, что дураков везде, навалом, в общем-то такое. Ну, и классический комментарий, раз в чате уберите Гиркина. Да, ну, естественно. Да, Гиркин все, он в Славянске не воюет, отъелся, видите, теперь в форме американцев прудонит в это, в кольки. Мальцев, умоляю, не позорься, о чем речь-то вы мне хоть скажите, а то я, может, позорюсь и не знаю, чего я как-то позорюсь, может, вы вот меня на путь истинный выведите, на светлую дорогу, я не буду позориться. На Сицилии началось извержение вулкана Этна, ну, в общем, классический вариант, недаром, там, в городе Катане, да, дорога, которая называется, в переводе на русский, там, где течет лава, ну, как-то так переводится, так что, может, привет, так сказать, это привет от Эмпидокла, да, он же в жерло сицилийской Этны, как там, цитата, «дабы возвеличиться там что-то над богами, бросился в жерло сицилийской Этны». Да, и оттуда его только башмак, сандалия вылетела. Вот, и растет число жертв в результате извержения вулкана в Индонезии, там какое-то по этому поводу письмо написали, да? Ну, ладно. Письмо нет. Что там дальше? Над Японским морем едва не столкнулись три самолета. Ну, вот, наши тут рассказывали о том, что вот чудом развели какие-то Боинги, КЛМовские Боинги, какой-то там еще, и неизвестное воздушное судно, намекая на то, что это был четырехмоторный, ну, не намекая, а говоря, а, из швейцарских авиалиний еще самолет развели с каким-то, значит, ну, понятно, что они имеют в виду, они имеют в виду самолет-разведчик США, конечно, и вот, я не думаю, что там была какая-то особая опасность разойтись с этим самолетом, ну, наши вот рассказывают, что была такая опасность, ради бога. Он летел выше 11 тысяч метров, я так понимаю, что гражданские самолеты на эту высоту не станут забираться, то есть до 11 тысяч метров, он летел выше. Истребитель Су-27 совершил экстренную посадку в Липецкой области. Это тот Су-27, который летел, значит, ну, русский Витязь, который летел из Камышина, тут везде пишут из Саратской области, но не из Саратской, из Волгоградской, конечно, это рядом с Саратовым, Камышин между Саратовым и Волгоградом находится, он принимал участие, я понимаю, в мероприятиях, посвященных столетию Алексея Петровича Мариясьева, да, вот, и, да, вот, что-то не долетел, вижу, у него что-то случилось с двигателем, он вынужден был приземлиться в Липецке, но, слава богу, все прошло нормально. Слава, как тебе Орлуша? Очень хорошо, мне нравится все, что читает Ефремов и Быкова стихи, когда он читал его, Орлуша, очень-очень хорошо, очень смешно, очень по делу. У самолета Москва-Ганновер был плохо задраен люк. Ну, как хорошо, аэрофлотский самолет сел в Калининграде, потому что у него была утечка топлива, которую обнаружил мужик, который смотрел в иллюминатор. Вот если мужик не смотрел в иллюминатор, то до Ганновера бы самолет не долетел, у него топливо вылилось, а пилоты бы не заметили. Ну, вот, до Калининграда от Москвы тысяч километров, да, то есть час утечка топлива происходит, и на земле как-то особо сильно никто не замечал. Странно все это дело. У вас эхо, да, мы знаем, что эхо. Как-то давайте попробуем, что там еще поправить. Пишут, уберите эхо. Там где-то, может быть, закусило проводку, смотрите. В таких случаях, да. Давай пока поговорим. В Пулково из-за внештатной ситуации вернулся самолет, летевший в Анапу. Да, это авиакомпания Россия вернулся самолет, пассажирский лайнер вернулся в Домодедово из-за проблем с двигателем. Туда птичка залетела, летел в Симферополь. Причем по разным данным это Боинг 757, по другим это Аэрбас. И вот тут вокруг этого египетского самолета гонки такие устраиваются там. Ну, наш этот ФСБшник главный прокукарекал, что это теракт. И сейчас, невзирая на очевидные факты, пытаются заставить всех поверить, что это был теракт. Вот тут Нью-Йорк Таймс написали, что исламисты два года назад оставили на борту упавшего там этого Боинга надпись какую-то устрашающую. А об этом Нью-Йорк Таймс сказали какие-то неофициальные лица. Сейчас можно сказать, что угодно, был там, что-то не было. Я помню, мы говорили о том, что были надписи «Сур из Корана» на французских и не только французских, египетских самолетах. Ну, сейчас можно как угодно это интерпретировать. Вот опубликовал он запись переговоров экипажа и так далее. И вот мне написал, Дмитрий, вы первые сказали, что гибель аэробуса Коголымали от теракта. И вы же первые сказали, что египетский аэробус погиб не от теракта. Как вы это поняли, имея минимум информации? Я не знаю, как я это понял, но как-то даже по минимуму, в общем-то, было очевидно для меня, по крайней мере. Потому что я не видел, что там теракт. Да, и вот сейчас извлекают эти ящики уже, я не знаю, может быть, на сей момент уже извлекли. И вот спрашивают меня, какое мое мнение, от чего погиб самолет. Ну, информации минимум, мы знаем, что вначале сработали датчики пожарные, то есть один под передним туалетом, это вероятнее всего горело, багажное отделение горело. Потом, значит, второй датчик сработал. Потом, я понимаю, так, с механизацией крыла начались проблемы. И с, в общем-то, с автопилотом. Отключился автопилот. То есть, что можно, как я думаю, теоретически, теоретически, что могло произойти? Ну, если, допустим, теракт, как теракты происходят? Ну, в багажное отделение положили бомбу, она взорвалась, произошла разгерметизация, и самолет мгновенно разметал. Никаких датчиков срабатывать не будут. И тем более отключаться автопилот и так далее. То есть, вероятнее всего пожар на борту. Пожар на борту, вероятнее всего, сейчас происходит из-за... Что ты смеешься, что случилось? Мы говорим про пожар на борту Бойны, а ты смеешься. Это, по крайней мере, это не очень смешно, особенно для тех, кто был на этом борту. Вот, как сейчас происходит пожар на борту самолет? И я не знаю, почему с этим никак не борются. Из-за литиевых батареек, которые воспламеняются. То есть, в компьютерах, в телефонах и так далее. Есть литиевые батареи. Ну, литий это, мы знаем, металл. И если происходит воспламенение, то стандартные пожарные средства, они не действуют. Вот. А в результате, ну, трудно это все дело потушить. Кроме всего прочего, литиевые батареи, как утверждают специалисты, горят при температуре около 2000 градусов. Ну, более 1000 градусов. Так можем точно. Потому что разные исследования показывают разные температуры. А ящик, в котором содержится багаж, это сделан из дюраля алюминия. Всем известно, что дюраля алюминия при температуре 651 градус, 551, я уже сейчас даже и не помню, начинает деформироваться при более высоких температурах, 651, да, а при более высоких температурах загорается. И горит уже как свечка, потому что там есть и магний, и медь, и так далее. Поэтому, в общем-то, вероятность, что это был обычный пожар, и что после этого пожара постараются сделать какие-то выводы. Ну, вот часть авиакомпаний, которые уже пережили геморрой с литиевыми батареями, они заменили свои ящики на противопожарные. Эти противопожарные ящики выдерживают температуру около 600 градусов в течение нескольких часов. Но они все равно не добились того, чтобы 1000 градусов, там 2000 градусов и так далее. Но, по крайней мере, это хоть какая-то минимальная защита. Все остальные такой защиты не обладают. Я понимаю, так, египетская авиакомпания тоже не обладает такой защитой. Поэтому, вероятность, это не значит, что я вам говорю, вот было именно так. Представьте, еще черные ящики даже не достали. Мы говорим о том, что это возможно. Мы говорим, что это возможно. И что вероятность теракта гораздо меньше, чем вероятность пожара на борту. Потому что теракт, во-первых, для чего делается? Для того, чтобы всем сразу было понятно, что это теракт. Бомбануло, бах, разлетелось, чтобы скрыть не могли, даже если захотят. А кто же будет при помощи пожара устроить теракт? Навряд ли. Анкара увидела российский след в уничтожении. Славик, не буду за тебя голосовать, не убеден. Да и яблочный дрищ. Иди дрищи, зачем ты будешь за меня голосовать? Я что, должен тебя убедить, что ли? Я никого ни в чем не собираюсь убедить. Мне нужны сторонники. Сторонники должны действовать как единое целое. И все. У нас главное и убедительное 5-го, 11-го, 17-го года. Нам не нужны эти выборы. Абсолютно они нам пофигу, эти выборы. 5-го, 11-го, 17-го. Вот что нам нужно. И какие-то тактические движения, которые мы делаем, они могут быть абсолютно не всеми одобрены. У каждого своя точка зрения. И мы тоже долго думали, как тактически сделать правильно. Вот нашли такой выход. Мы еще месяц назад не думали, что этот выход вот такой правильный. Вот сейчас думаем, что он правильный. Это вот именно такой. Поэтому мы же люди, мы должны что-то делать. Просто сидеть, бамбук курить и ждать 5-го, 11-го. Вот сегодня нам прислали стикеры. Надо было, кстати, их здесь опубликовать. А у него у нас есть? Нет, у них есть. Я хотел показать. Давайте завтра покажем. Обязательно. Да, и вот соратник наш, который из Петербурга делает эти стикеры. Большой ему привет. Он не только стикеры, там еще и логотипы. Да, да, да. Мы завтра тогда покажем, потому что сегодня что-то не скинули сюда. Это занято. Анкара увидела российский след в уничтожении курдами турецкого вертолета. Ой, тут вообще. А вот в России тут пишут, что это США продали курдам оружие. Причем странно как-то вот, зачем США продавать иглу? Откуда у них, во-первых, игла? Они бы стингеры продали. И как-то вот странно все объясняется здесь, что на самом деле это не Россия иглу продала курдам. Там на видео видно абсолютно четко, как курды сбивают вертолет иглой российским ПЗРК. И вот вдруг рассказы о том, что тут Соединенные Штаты поучаствовали. Ну, как-то по меньшей мере это странно. Так что, ну, мы понимаем, что у них главное это наводить тень на плетень, всячески стараться, а это не я говорить, да? Когда что-то случается, а это не я. Ну, ладно. Но, с другой стороны, мы же говорили, что это будет действие Путина, и очень удивлялись, что он его не производит. То есть передача зенитно-ракетных комплексов курдам. И мы говорим, что как только он курдам их передаст, так сразу турки начнут передавать зенитно-ракетные комплексы оппозиции сирийской, и те начнут валить самолеты Путина и самолеты Асада. Да. Эхо ушло, пишут. Соратники вот пишут, возвращаясь к теме Праймерис, спрашивают, объясните, надо выбирать 12 человек или только Вячеслава? Как стратегически правильно? Мы этот вопрос... Нет, стратегически правильно, конечно, голосовать за одного кандидата, но там еще Белов-Поткин есть, как выяснилось. Я и не знал, я думаю, что ничего плохого не будет, если наши за него проголосуют. Но стратегически чем меньшее количество кандидатов, тем это правильнее, чтобы не размывать. И это очень правильно как раз. Да, и с технической точки зрения для нас это тоже был определенный вопрос, можно ли голосовать за одного кандидата, или нужно голосовать за все там 11-12. Мы уточнили, выяснили, во время голосования можно будет отдать за любое количество кандидатов свой голос, но максимальное количество за 12, и вы можете проголосовать только за Вячеслава Мальцева, вы можете за Белова-Поткина, если есть желание его поддержать. В общем-то, возможность такая именно техническая она есть. Вот, вот, я, Вячеслава, голосовать не буду, но в час чей я с вами. Вы знаете, вот, есть вещи, которые минимальны. То есть, вот, это то, где вы можете принести уже минимальную пользу сейчас. Как в России говорят, лучше синица в руках, чем журавль в небе, да, в данном случае. Поэтому мы не знаем. Мы все под Богом ходим, насчет часа че, до него еще надо дожить. А это уже сейчас ты можешь сделать что-то приличное, да, что-то, о чем потом, чем потом вдруг, если все удастся, ты будешь гордиться. Вы же понимаете, сейчас делается история. То есть, шаги, которые вы сейчас предпринимаете, это те шаги, которыми вы потом будете гордиться. Может так статься, что потом, через некоторое время, там, может быть, через 50 лет молодому человеку и нечего будет своим внукам рассказать, кроме того, что в этот день я был вместе с Мальцевым. Понимаете? И это правильно. И все скажут, блин, какой ты молодец, ты сделал историю. Поэтому я вот вас предостерегаю от того, чтобы вот здесь я буду, здесь я не буду, здесь я так думаю, здесь я не так думаю. Есть определенная система, и в этой системе нужно работать. Если вы выбиваетесь из этой системы, то, ну, польза от вас, наверное, не очень значительная будет. А нужно стремиться к тому, чтобы своему народу принести максимальную пользу. У нас сейчас нет времени, в общем-то, заниматься между собой, какими-то разборками друг с другом. Вы думаете, мне все нравится, что ли? Мне очень много чего не нравится. И я наступаю на горло собственной песни и двигаюсь вперед к 5-11, потому что больше всего мне не нравится власть Путина. Это то, что меня больше всего угнетает. Я этого не хочу. И все-таки нужно понимать, что и праймерис, который сейчас происходит, и многие другие вещи, это определенная, ну, такая проверка, скажем так, да? Вот у нас человек сегодня писал, мы очень порадовались этому сообщению. Он нам написал ВКонтакте, попросил передать ему привет. Ну, его городу, да, у нас очень много таких людей пишут. Мы не успели прочитать его сообщение, и сегодня он написал гневное сообщение, что вот до этого-то он готов был брать вилы в руки, но оказалось, что вы привет не передаете в чате, и поэтому на революцию он не пойдет. То есть у человека вот такая мотивация. Если ему привет в чате не передали, значит, на революцию он не пойдет. Вот. Вот это звучит примерно так же смешно. То есть если человек не смог там электронную почту свою правильно вбить на сайте, да, и потом говорит, а, все, у меня ничего не получилось, все, я на революцию не пойду. Это, конечно, забавно. Мы же, говоря про пятый, одиннадцатый, семнадцатый год, мы же не для Мальцева делаем эту революцию. Да, о том и речь, да. И не для кого-то. Мы это делаем для себя, для своих детей. Мы хотим освободиться от тирании. Для чего мы освобождаемся от тирании? Для того, чтобы была свобода. А для кого она свобода? Она для всех. Даже парадоксально, свобода даже для тех, кто ее не хочет. Вот оно как. Так вот мир устроен. Либо мы будем все вместе свободными, либо, блин, мы все вместе будем рабами. Все. Семьи жертв катастрофы MH17 под элист против Путина. Да, ну, Дмитрий опять тоже нам написал. Полтора года назад вы прогнозировали такое развитие событий. Ну, это тогда было очевидно. Как, собственно, очевидно и сейчас. И я, честно говоря, удивляюсь только одному. А знаете, чему? Почему не раньше? Да. Для меня это... Ну, я понимаю, что там какие-то юридические были заковырки. То есть, там куча адвокатов, конечно, работало, чтобы с юридической точки зрения это было чисто. Ну, вообще, я ждал этого выстрела еще осенью. Я думал, что вот-вот сейчас они ему выстрелят в затылок. Потому что, на самом деле, это еще один из ножей в спину. Помнишь, там нож в спину. И мне нравится карикатура, где Путин, а у него там вся спина в ножах. Вот так. Это еще один из ножей. Ну, опять смех плохой. Там же люди погибли. И что? Ну, вот они сейчас, говорит, явят Путину какие-то деньги. Опять же, Путин будет, даже если примут такое решение, оно может так оказаться, что примут его уже после того, как Путина здесь и не будет нифига. Да, потому что, ну, суды – это вещь длинная. Опять же, нам придется за это расплачиваться. Ну, расплатимся, куда деваться? Вот этот грех, который придется как-то закрывать. Это прям реальный грех. Ну, и, в принципе, вещь-то такая, достаточно сакральная, да? То есть, терпели мы Вову, надо, значит, расплачиваться за это. Да, конечно. Мальцев слезет с микрофоном и фонит. У меня вот микрофон, я на нем не сижу как-то это. Ну, хорошо, люди хохмят. Даишь революцию. Даишь революцию. Ну, имею в виду аббревиатуру, да? Сегодня днем в Вольске, в поселке Экспериментальный Завод, была обнаружена граната F1. Ну, вот, это гранат-фотография, я так понимаю, оттуда. Знаешь, на что похож граната? Вот молодое поколение не видело, а мое поколение наверняка вспомнит. Помните фильм «Вендета по-корсикански»? Вот там была такая же точно граната, которую бабушки взорвали мафиози. Какого-то мафиози старушки бабахнули в загородном домике, в какой-то дачке. Вот такой гранат, и она у них под стеклом была. И они сказали, хорошие вещи делали в 2014 году. Ну, я могу, тоже глядя на эту гранату, сказать, что хорошие вещи делали в 2014 году. И Сережа, правильно, заметил, что-то очень много гранат стало появляться. Причем не новых, а вот даже каких-то старых, откопанных. Все взрываются на гранатах, находят гранаты, кидают куда-то гранаты, бегают с гранатами. Что-то людям понравились гранаты. И вот, просто чтобы не отвлекаться и эту тему закрыть, нам написал, я так понимаю, представитель Комитета нации и свободы. Помните, вы сегодня об этом говорили, искали это письмо. Извините, в последний момент Парнас от тебя избавится. Вот, вы понимаете, если мы победим с Беловым в Парнасе, то мы же говорим о том, что нужна площадка. Площадка легальная. Парнас легальная площадка для того, чтобы потом участвовать в дебатах и так далее. Ну и мы очень много можем создать проблем этой власти с этой площадки. Даже без того, чтобы... Мы понимаем, что Парнас никто ни в какую Госдуму не пустит. Но на этапе выборов, конечно, такую волну мы погоним, жутчайшую совершенно. И они это прекрасно понимают и будут с этим бороться. И мы ждем ходов, как они будут бороться. Вот сейчас я просто заинтересован, любопытствую, думаю, а что же какое-то... Вот я сделал ходы, какие ответные. Я просчитываю их ответные ходы, ну, в общем-то, неплохо считаю. И все они фуфловые получаются. А еще, исходя из того, что они там дураки сидят, и кроме всего прочего, как говорят, в Кремле много башень, да, там разные веяния, то получается, что большинство из них воду льет на нашу мельницу, они раскручивают наше колесо. Но ради Бога, надо им дать такую возможность. Им самое главное не помешать, раскрутить, и 5-11, и все будет хорошо. Да, я извиняюсь, перебил. Да, написали нам представители политической организации Комитета нации Свобода, и поинтересовались нашим мнением по ряду вопросов. Помните, сегодня мы читали это сообщение? И, в общем-то, мы готовы в прямом учреждении. Мы прочитаем анкету, просили вот анкету, Мальцев не читает вопросы. Как он не читает вопросы, Мальцев? Как раз вот сидим читаем вопросы, да. На праймере с демократической коалиции вот этот комитет планирует поддержать кандидатов близких по ряду вопросов, поэтому просит ответить нас на 4 вопроса. Первый. Вы поддерживаете идею о необходимости отмены 282-й статьи Уголовного кодекса Российской Федерации? Безусловно. Плюс я поддерживаю идею отмены почти всего кодекса уголовного. То есть, то, что там есть. Ну, конечно, насильственные преступления остаются, а всякие преступления, которые они там таковыми считают, как сейчас вот еще 300 какую-то, 344-я, да, там какой-то про нацизм. Херня полная. То есть, половину уголовного кодекса надо зарезать, и о тех, кто такое придумал, надо им... Ну, в общем, не будем говорить. В общем, поддерживаю, конечно. Поддерживаете и даже расширяете. Поддерживаете, да, чтобы не было никакой 282-й, даже в природе такой статьи не было. Что вы думаете о возможности введения визового режима со странами Средней Азии и Закавказья? Да, обязательно. Конечно. Конечно, обязательно. Нужно ли прекратить выплачивать сверхдотации из федерального бюджета северокавказским регионам? Не, ну, это безусловно, да. Но мы тут говорим еще больше в расширительном виде. Мы говорим о том, что когда власть сменится, мы готовы... В общем-то, мы говорим, что Кавказ должен быть свободным. Мы, в общем-то... А мы должны быть свободны от Кавказа. Захотят они. Свобода ради Бога. Мы не будем им препятствовать в этом. Наоборот, я за. Я полностью за. Вот если мое мнение... Я знаю, что у русских националистов мнение не одинаковое. Я отношусь к тем, которые за свободу Кавказа. Все. Это однозначно. И самый провокационный, каверзный вопрос. Как вы относитесь к русским националистам? Как к братьям, как я отношусь. Да братки мои, как я могу к ним относиться. Особо провокационный. Для русского националиста это самый провокационный. Ты меня смешил, конечно. Ну, вопросы нетрудные, прямо скажем, такие вот. Ну, я без обиды, что я рассмеялся. Ну, просто я понимаю, что анкета это не предназначено лично для Мальцева. Это для всех кандидатов. Ну, понятно, что те люди, которые знают позиции Мальцева, они и без анкеты могут ответить на каждый из этих вопросов. Ну, и мы ответили и выражаем свою поддержку со стороны Комитета нации свободы. Да, и спасибо Комитету за то, что они нас спросили, про нас помнят. Мы тоже о них помним. Большое спасибо. И, в общем-то, я думаю, что многие из тех, кто сейчас находится в бегах, они реально бегают, прячутся, скрываются. И от ментов тут, и от ПСБшников находятся за рубежом. А там не очень, наверное, хорошо. Ну, по крайней мере, от наших товарищей, которые там прячутся, я ничего хорошего про за рубеж не услышал. Вот. Ну, с точки зрения нашего человека. Поэтому мы выражаем им солидарность. И говорим ребятам, мы все сделаем, чтобы вы вернулись в свободную Россию. И вы давайте делайте вместе с нами все. То есть мы едины. Рабочий сломал ребра при падении в котлован на западе Москвы. Да. Вот мы говорили о том, что люди падать начали в котлованы, что машины начали падать в котлованы. И что-то вот идет такая волна. Еще... Это... Господи. Там дальше будет BMW, да. Еще BMW упал, да. BMW упал в котлован в Москве. Ну, в общем, все падают в котлован. Так что аккуратнее. С котлованами идет такая волна. Прыгнувшая с моста пенсионерка пыталась покончить жизнь самоубийством. Да, вот мне понравилось выражение. Слава такой добрый там... Сейчас, сейчас, сейчас. Слава добрый, мудрый, справедливый. Как антибиотик из фильма «Бандитский Петербург». Не видел, к сожалению. Но я так слышал, понимая, что это какой-то бандит. Да, и вот сразу вспоминается вот в связи с этим, как и девочка-учительница. Это конец 80-х. Говорит, Марья Петровна, вы такая красивая, как валютная проститутка. Вот это... Такой же комплимент. Такой. Да. Ну, в Москве пенсионерку вытащили, которая с моста прыгнула. И вот, наверное, сайт виноват, что пенсионерка прыгнула. Там сейчас пытаются разобраться с сайтами, с различными, которые подвигают людей к самоубийству. Наверное, пенсионерку сайт подвиг к самоубийству. Не пенсия смешная, не отсутствие медицины абсолютно, да? Не забота со стороны властей. То есть, полное отсутствие заботы со стороны властей. А вот, наверное, сайт ее подвиг. В Саратове покончила с собой молодая мать-одиночка. Ну, вот что тут. Причем на глазах у ребенка страшно такие вещи читать. Но это происходит сейчас повсеместно. То есть, мы видим, что отец троих детей убивает себя в Саратове, потому что кормить семью нечем. Теперь мать-одиночка и так далее. Вот доколе? Вот доколе, Путин, ты будешь испытывать наше терпение? Ну, что же, ну, мы же видим. Там, блядь, люди-вилончели миллиардные, да? Грубо говоря, в Панаму отправляют. Какие-то яхты покупают, немыслимые там, что-то получают там. А-а-а. Сразу же вспоминается вот на эту тему товарищ такой Алишер Усманов. Вот, очень хороший, мне понравилось выражение. Русский народ не уступит. Санкции там, нормы, правы какие. У нас была всегда норма 155, 25 грамм хлеба в сутки и право победить. Вот это и будет ответом на санкции. Да, это вот как раз вот этот вот Алишер калякает, который вот за 600, да, миллионов вот эту яхту купил. Вот он хочет и на яхте вот эта рожа плавать за 600 миллионов, а остальные должны 125 грамм хлеба жрать. Представляете, чтобы вот эта сука на яхте плавала за 125 миллионов. Вот так, понятно? А чтобы мать-одиночка повесила, чтобы отец троих детей убил себя. Ветераны. Да, ветераны, чтобы с крыш прыгали там и так далее. Мы все это проходили. Вот что происходит. Тело новорожденного ребенка нашли в парке на западе Москвы. Да, вот это вот Кастахов, который основную часть времени проводит тем, что играет судью, да, там в каком-то шоу. Бля, это же кошмар какой-то. Вдумайтесь. Человек занимается этими детьми, да, там, омбудсмен под детям. Основную часть времени сидит в телевизоре и играет судью. Это же охренеть не встать, я извиняюсь. Там одних этих, да там актеров и без него навалом уже. Каждый-каждый второй госдумевец актер. И еще этот играет. Вот. А против он при этом всяких бэйби-боксов. Ничего, пальца-пальц не хотят делать, только придуриваются. Но против. Против бэйби-боксов, там, этого окна анонимного и так далее. В Казани в подъезде дома расстреляли бизнесмена. Ну, я понимаю, это такой привет из 90-х годов. Хотя 48 лет, в общем-то. Ну да, в 90-е уже человек что-то там, где-то был, что-то делал. Ну, нужно знать, что это за человек, чтобы понять, из-за чего это произошло. Потому что это может быть и на какой-то личной почве там. В центре Москвы раненый ножом мужчина выпрыгнул с горящего здания. Ну и погиб. То есть такие вещи каждый день уже происходят. У нас какие-то люди там гоняли, дрались. Кто-то из горящего здания выпрыгнул. Жесть, конечно. В Подмосковье мужчина с топором напал на пенсионерку и отобрал 100 рублей. Да, классический такой раскольник. Только пенсионерка не классическая проценчица. И сестра ее отсутствует, слава богу. Ну, странный разбойник какой-то. Он 100 рублей мог бы выйти на дорогу попросить у кого-нибудь. Я бы дал. Так что и не надо было с топором. Ни на кого набрасываться, если хочешь бухнуть. Все участники массовой драки фанатов в Ростове арестованы. Ну, видишь, вот такая драка, которая была, я так понимаю, в пятницу. Футбольные фанаты из-за мест подрались в автобусе, их арестовали. И, в общем-то, очень довольные. По всем средствам массовой информации это расписали, как очень большой подвиг такой. В Питере таксист на глазах у полиции гонялся за велосипедистом, пока не сбил его. Да, в дворцовой площади, причем гонялся за велосипедистом, который то ли у него зеркало поцарапал, то ли отбил это зеркало. Потом сбил этого велосипедиста, выскочил, хотел бы пинать, но тут набежала полиция и, в общем-то, этого таксиста скрутили. Но я так понимаю, что у человека не все в порядке, конечно, с головой. Можно быть таким яростным, конечно, человеком, ериться так, как берсерк, но не на велосипедиста же, как в том анекдоте. Да, помнишь, вот сейчас теряется даже смысл того анекдота в связи с этим. Помнишь, когда появилось это... Ой, Господи, как же там? Люди идут, а там надпись «Бей жидов и велосипедистов». Другого спрашивают, а почему велосипедистов? Так и здесь. Теперь даже и не будут спрашивать, почему велосипедистов. Так все понятно, в общем. Поэтому я думаю, что у людей мозг, конечно, плавится, кипит. И я говорю про 5-е, 11-го, 17-го года, имея в виду и этот фактор. Представляешь, как закипит мозг у этих таксистов. Таксист... Почему это? Вот представь, у этого таксиста была бы зарплата, как у таксиста в Осло. Ну, там сколько? 4400 евро средняя зарплата. Я думаю, таксисты выше среднего получают. Вот все нормально. У него медицинское обслуживание такое. Дети там ухожены. Где-то они учатся. Там какие-то миллиардеры гранты присылают на обучение. Там еще что-то происходит. Король что-то подкидывает там и так далее. То есть, с точки зрения материальной все нормально. Включает он ящик. Там рассказывают в ящике. Ну, нормальные новости. Там неплохие новости, которые Мальцев несет. То есть, там рассказывают, если что-то плохое, то это где про Россию, про Украину, про Россию. А тут вроде все нормально, все классно. И призывают быть добрее друг к другу. Призывают какие-то делать правильные вещи. А не Киселев выходит каждый вечер. И какую-то чушь несет. Ну, и что там, стал бы таксист гоняться, что ли, за велосипедистом? И давить его? А зачем? Даже не знал, зачем это надо делать. А здесь, видишь, велосипедист такой злодей отбил. У него зеркало. Все, у него мозг взорвался от этого. По поводу Киселева, кстати. Французы выпустили опровержение на его передачу о том, что... Ну, он в своей передаче говорил, что французы бастуют против Евросоюза. Да, все хотят выйти незамедлительно. Да. Так вот, они выпустили опровержение по этому поводу. И взяли интервью у людей, у которых брал интервью. Ну, Киселев, киселевцы. Которые сказали, что им это все очень не нравится. И злодей Киселев вообще не журналист. Интересный у них подход к журналистике. А у вас вопрос какой задали? Вячеслав, почему полет не пишется на сервер? Какой полет и на какой сервер? Я не понимаю. Вы понимаете, о чем речь? У нас не мое молчание. Интересный вопрос такой. Как это вы касаемо вопрос? Конечно, интересный. Да, я в тупике. Я не знаю, чего ответить на это. В городе Орехово-Зуево полицейский подозревается в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть пешехода. Ну, мы видим, что продолжается пьянство за рулем у полицейских. Помнишь, как в этом Екатеринбурге два пьяных полицейских столкнулись друг с другом. Это вот был, конечно, апофеоз такой. Ну, здесь тоже пьяный задавил женщину. Я думаю, что такие вещи будут продолжаться. На юге столицы задержан подозреваемый в заведомо ложном сообщении об акте терроризма. В сообщении, наверное, о заведомо ложном акте терроризма, правильно, наверное, так, но ГУВД Москвы, все-таки они как-то им пофигу, как писать. Но самое смешное, что и с точки зрения квалификации это безумие. Потому что человек приходит куда-то в ЖЭК, в ЖЭК из-за того, что нет воды, он приходит с муляжом бомбой, говорит, я вас сейчас, вот, как, а ну-ка, я вас всех бомбой. Как в том фильме. Они все боятся, сами звонят, вызывают ментов. Человек привлекают к ответственности за сообщение ложное. А, да, ложное. А он никому ничего не сообщал. То есть с точки зрения квалификации он должен был куда-то позвонить и как-то сообщить. Он никуда не звонил, он пришел и пугал. Представляешь, то есть они настолько сейчас вот вольно, с квалифицирующими признаками обращаются, что я удивлен. Скоро они что хочешь, под что хочешь смогут подогнать. Ну так оно и есть, в общем-то. А мне кажется, все очень просто. Вот есть же у нас целое отделение, и мы об этом прекрасно знаем. И в Саратове, я думаю, в любом регионе России, которые направлены вот на эту борьбу с терроризмом, с экстремизмом и так далее. А по факту нет ни террористов. Ну где у нас в Саратове террористы ходят? Но, естественно, их нет. Поэтому надо искать свастики в интернетах, правильно, чтобы отчетно списать. И вот этого человека, его же легко можно было квалифицировать по угрозоубийствам. Там, я не знаю, там десятка можно статей, и вот только выбирай какую. А тут для отчетности, смотрите, какого террориста мы поймали. То есть, я думаю, это просто статья идет в определенную, скажем так, папку отчетности. И вот именно эта папка именно в этом месяце была тоньше, и ее решили промазать. Просто там нужна, да. Да, нужна была галочка. То есть, если бы было невыполнение плана по угрозе убийства, то они бы закинули его туда. То есть, это классическая бюрократическая схема. В центре Москвы, около здания Министерства экономического развития, полиция задержала мужчину, который ранее ворвался в офис на Овчинниковой набережной. Мужчина ворвался с муляжом ружья, и вообще-то вот эти вещи, они сегодня, и не только сегодня, в последние дни, очень часто мы видим, что мужик угрожает муляжом бомбы, его за это застреливают в банке. Здесь забежал, его привлекают за заведомо сообщение о заведомо ложном акте терроризма. Здесь вот с муляжом ружья, но я понимаю, так человек не в себе был, может быть, он там что-то съел или покурил, не то, но его взяли в плен с муляжом ружья, и теперь будут пытаться родить статью Уголовного кодекса. То есть, был бы человек, а статью сейчас они пытаются примерить, потому что уже было заявление, что, возможно, он хотел ограбить банк, а второе заявление, что он точно хотел ограбить банк. То есть, первое, что возможно, а второе, ну, точно хотел. Сейчас с ним еще позанимаются чуть-чуть, и будет железно, что он хотел там Путина застрелить из этого ружья. В аэропорт Иркутска пассажир принес боевую гранату. Да, и что же, он хотел в Таиланд улететь с боевой гранатой, но что-то этими гранатами, я говорю, они просто запарили. Они даже в Таиланде не могут без гранат обойтись. Раньше тяжело в деревне без нагана, да, а теперь вот тяжело везде без гранаты. Ну, смех смехом, но я хотел бы вот тем людям, которые балуются такими вещами, объяснить, что это гораздо страшнее, чем любое оружие гранаты, потому что, ну, она, конечно, не имеет тенденцию сама собой взрываться. Тут нужно произвести некие действия все-таки, но, тем не менее, она взрывается, особенно в руках пьяного человека, в руках человека, который нервничает и так далее, в руках неопытного человека. Поэтому, если у вас есть граната, лучше закопать ее подальше. Не надо, не балуйтесь. Замначальника там... Да, у меня, кстати, насчет гранаты, вот у меня переносица переломная, я помню, в детстве мы лазили и искали всякие вещи, ну, много интересного, находили пистолеты, у меня директор школы отнял, и вот я не нашел, а выменил гранату на что-то, я уж не... На часы, на часы гранату F1, такая она классная, ну, естественно, я вывернул за РГМ этот запал, и она у меня была без запала, и я, ну, нравился. Например, у меня есть граната, вот такая же ржавая, как здесь, вот я ходил, она у меня везде была, эта граната. И как-то я начал подбрасывать ее, а умел я жонглировать двумя предметами, ну, и сейчас умею. Вот, и какой-то взял второй предмет, я уже сейчас не помню, но по весу все равно, разница была. И вот я жонглировал, жонглировал, и подбросил гранату, и в этот момент позвонили в дверь, и я отвлекся, и она мне стукнула по носу и сломала мне переносицу. И после этого, в общем-то, я наигрался с гранатами, и теперь больше не играл с этого момента. Мальцев настолько суров, что он даже в детстве жонглировал гранату. Ну, это не детство, это был седьмой класс. Вот как раз у меня пистоли отобрали Браунинг, 900-го года, такой отличный. Директор, кстати, Александр Иванович Белотилов отобрал у меня пистолет. Соратники пишут, что вы слишком дословно понимали понятие ручная граната. Замначальника таможни Внукова арестован по делу о контрабанде из Турции. Ну, классика, в общем-то, как может замначальника таможни в путинской России не заниматься контрабандой? Ну, а для чего он тогда там сидит? Ну... Они все этим занимаются, поймали только его. Понятно, что поймали, потому что нужно расчистить место, поставить палочку какую-то там кому-то, кто его там, ФСБшники, менты поймали. В общем, что-то нарисовать нужно было, поэтому он и попался. А иногда звезды сходятся, то есть нужно и палочку нарисовать, и место освободить, и тогда вообще без вариантов, даже если он в этот день не занимался контрабандой, он все равно попадется, потому что его подставят. Не менее 17 человек стали жертвами падения пикапа в ущелье в Индии. Ну, я вот не понял, какой пикап, что 17 человек погибли, кучу народу пострадали, значит, там какое-то немыслимое количество, там 17 человек, 30 человек раненых. Это какой пикап-то был, я что-то, совершенно непонятно. Я сразу вспоминаю, но без обиды, конечно, а то скажут, что вот я что-то там прикалывался, я вспоминаю, когда самолет Як-40 Саратского авиазавода упал в 90-м году под Степанакертом. Ну, и начали разбираться, вначале было, значит, заявлено, да не вначале, а сразу же, что погибло 46 человек после того, как разбился самолет. Ну, все знали, что Як-42 в самом жестком варианте, там 27, что ли, места. И, говорит, 46, как 46 могло погибнуть? Может, в горах кто-то там на кого-то упал? Нет. А когда приехала туда комиссия саратская, то они вообще охренели, потому что все горы были завалены мертвыми овцами. И когда им стали объяснять, что это овцы, на которые упал самолет, они, говорят, до этого быть не может, потому что видно откуда. То есть 46 трупов людей и еще безумное количество трупов овец. То есть самолет, в котором все стояли вот так, как в автобусе, и еще на руках держали овец. Да, и вот так и здесь этот вот пикап очень сильно удивляет. Причем самое смешное, что самолет настолько был крепкий, и настолько был надежный, что разбился не из-за этого, а из-за того, что пилоты перепутали все, и потерялись в пространстве, и думали, что в другом месте находились, что там не такие высокие горы, а там она была высокая, эта гора, и диспетчер дал неправильный эшелон, и они в эту гору все-таки врезались. А думали вообще, что в другом месте находятся. То есть даже вот при таком раскладе им ничего не угрожал с овцами, с людьми. Возможно, овцы пилотировали просто. Да? Возможно, овцы пилотировали. Ну, не знаю, там вроде нет. Один человек ранен в результате инцидента со стрельбой у Белого дома. Ну, я так понимаю, что ранен тот, который стрелял, и я не знаю, в общем, увидели человека с оружием, начали в него стрелять. Возможно, человек просто хотел покончить таким образом с собой. А может, он просто взгрустнулся, он решил гулять с оружием. Ну, бывает. Пентагон ответил на предложение Шойгу о совместных ударах в Сирии. Да, Пентагон ответил нет. И, в общем-то, это совершенно правильно, потому что зачем на себя брать такой геморрой? Еще интересно, что глава Центрального командования вооруженных сил США на Ближнем Востоке генерал Джозеф Воттл совершил тайный визит в Сирию. То есть о чем там договариваются, неизвестно, но видишь то, что отказались вместе бомбить кого-то, это говорит о том, что американцы все-таки не до конца еще лишились мозгов. Хотя вот то, что в последнее время они так взасос целуются с Путиным, говорит о том, что там что-то у них совсем все плохо. Странный тайный визит, о котором все знают. Ну да, ну это обычная картина, да, такой тайный польшинель, да. В Сирии смертник подорвал себя в ресторане, 5 погибших, более 20 раненых. Ну там несколько терактов, и сейчас точно даже непонятно, сколько этих терактов. И вот Путин даже выразил соболезнование Асаду, Асаду причем соболезнование. Асад 300 там или 200 тысяч народу ухайдохал, и никто ему не соболезнул. У нас открылась вообще загадка сегодняшнего эфира. Вот этот странный вопрос про полет и сервер. Нам поясняют, что слава не тупи, писаться должен полет самолетов на сервер, а не в черный ящик. Это к вопросу, а там чуть ли не первые новости, про которые мы сегодня говорили. Ну да, я не знаю. На сервер там какие-то вещи пишутся, я не знаю. Те, которые передают параметры двигателя, то, что Роулс Ройс там внес, да, там какие-то еще, но абсолютно не все. Черный ящик тоже очень важен, чтобы, во-первых, узнать то, о чем говорил экипаж между собой, что там происходило вообще в кабине, и параметры самого самолета, все полностью. Так что все, как бы, действия авионики, они же, ну и механические действия, которые осуществляет экипаж, они могут быть только там, в черном ящике. Террорист устроил взрыв на рынке в Ираке, 7 погибших, 28 пострадавших. Ну, тоже вот, продолжаются, там и будут продолжаться террористические акты, в общем-то, нет ничего в этом нового и особо интересного. Так, давай, у нас 22.18, слушай, нифига себе, вот это мы тут поговорили, ну, надо, ну, новые новости тогда, мы до новостей-то не дошли практически. Давайте посмотрим, что быстренько тогда сейчас пробежаться, потому что, сейчас, 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 сейчас. Вот, Порошенко сказал, что из-за России мир оказался на грани войны. Я с ним абсолютно согласен, за одним исключением, не из-за России, а из-за Путина. И очень важно такие точки ставить на «ды». В Казахстане, вот, задержали журналистов, там происходили все эти маёвки, и, в общем-то, вот, пишут, Назарбаев сдулся, 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 не сдулся, я не знаю, но ситуация парадоксальная. То, что происходит в Казахстане, многим выгодно. То есть, это выгодно Китаю, как это не парадоксально, это выгодно Путину, даже если он этого не понимает, это выгодно ИГИЛ, и поэтому такие вещи, они будут, конечно, происходить. И вот вопрос, мы вчера только обсуждали, вопрос насчёт Китая. И говорит, а вот Китай, какие действия будет предпринимать? Китай будет выжидать. Вы обратите внимание, Китай не предпринимает никаких действий, потому что он очень плотно встал туда, в Казахстан, обеими ногами, да, там стоит очень хорошо, и вот парадокс в чём, вот в 69-м году были два пограничных конфликта за остров Даманский, ну и другие острова на реке Усури, и за территорией, прилегающей к озеру Желанашколь в Казахстане. Обратите внимание, в 90-е годы Китай решил все вопросы и получил и остров Даманский, и все остальные острова, которые хотел, и даже те, которые не хотел. То есть все отдали Китаю. А прожил Анашколь, и вообще даже и не заикался Китай. И вопрос такой, вот Джудгарские ворота вот эти, которые нужны были Китаю, как воздух, потому что там это единственный пароход и так далее. А сейчас они уже оказались не нужны, и озеро Желанашколь не нужно. А почему? А потому что Китай понимает, что незачем договариваться о каком-то маленьком кусочке. То есть будущий договор впереди, о реальном кусочке, где в Желанашколе это будет оперативный тыл, да, это будет очень далеко, даже не оперативный тыл, а вообще глубокий тыл. Поэтому, я думаю, там все в порядке. Так. И вот... Что еще у нас? А, Медведев назвал выборы в США шоу с участием ряженых. Вот, вот, шоу с участием ряженых. Там вот в США, а у нас, говорит, другая культура. Вот, ну, нужно показать. Вот, я понимаю так. Вот это вот Медведев не ряженый. Это вот он в куртке этого верховного главнокомандующего. А это вот он в куртке верховного главнокомандующего, когда он бывает в Азии. А это он в шапке верховного главнокомандующего, который бывает в Татарстане. А это вот он получил матросскую какую-то одежонку, да. Вот он теперь матрос. А это он, я не знаю кто, вот видите, он неряженый. Вот он хочет... Вот почему они, не служившие ни одного дня, очень хотят быть солдатами, такие как вот в детстве. Я помню, очень мне нравились, у меня спаги были кирзовые в детстве. И они прохудились, и мама понесла их чинить. А дяденька говорит, а я пошел с ней, нельзя их починить. Они же рванина, их надо выкинуть. А я говорю, их нельзя выкинуть, они же солдатские. И дяденька так расчувствовался, починил спаги. Я их еще носил целый сезон, наверное, вот он какой. А вот это тут панчо на них, а на этом вообще какая-то японская фигня. А вот это вот Путин летчик, например. То есть вот он неряженый, он уже летчик у нас. А это у нас Путин, значит, вот в кипе такой. Вот он же у нас тоже неряженый. А вот это он, не пойми кто, ну такой генерал, каких войск я не знаю. А вот это морячок Путин у нас, вот в такой шапочке. А еще Путин есть морячок, вот в такой шапочке. А еще есть он морячок, вот такой морячок Путин есть. И вот такой морячок есть Путин. Это они неряжены. А еще у нас ковбой Путин есть. И есть еще вот такой летчик. Вот видите какой. А еще вот такой пилот он у нас есть. И вот такой вот он есть пилот. Ой, какой замечательный. Вот на их одежонку, наверное, денег тратится. Это как бюджет какой-нибудь банановой республики. Вот такой летчик он у нас Путин. А еще он у нас ракетчик есть. Вот видите, даже с ракетой такой. Вот из детского сада откуда-то принес ее. Вот такой ракетчик генерал. А вообще лучше всего бы, конечно, ему подошла вот такая форма. Вот тут ловит человека, который одел маску Путина. И вот ту форму, которую мы после 5-го, 11-го, 17-го года оденем обязательно на Путина. Ну, что-то ментам эта форма не нравится. А я бы сказал, очень хорошая. Вообще не вопрос. А вы знаете, что сделали с этим человеком, который надел маску Путина? Ну, его там оштрафовали. Ну, это, в принципе, совершенно очевидно. А эту маску, значит, признали каким-то там орудием преступления. Но это, как помните, там не только, конечно, сожгли. Серьезно, сожгли. Сатанизм какой-то. Или какой-то сатанизм. Они должны были ещё петуха чёрного сверху порезать над этой воскресшей чаю. Не, я ещё очень много фотографий сюда, ну, потому что и времени нет, да и вообще зачем. Связанные с тем, что там этот со стерхами в какой-то особой одежде летал, да рыбу в какой-то особой одежде ловит, да на лыжах какой-то катается и так далее. Это они не ряженые, это нормально. А вот там вот ряженые, представляешь? А у нас другая. Наша культура предварительного голосования должна быть другой. Дима, какой наша культура должна? Вот это вот то, что происходит сейчас на праймерис, куда сгоняли автобусами, палками сгоняли, как тех слонов. Мат-мат-мат-мат-мат, да? И где крутят карусель, чтобы показать, что люди пришли. Кому вы это показываете? Мы видим, что люди не пришли. Что пришли только написать вам вот эту херню там вот про революцию, про все остальное. То, что вы как бы пока не перевариваете. Но переварите однозначно. Так, сейчас. Чайку назначил Путин. Ну, то есть упорствует он в своей ереси. И если заявляет о том, что собирается бороться с коррупцией и переназначает чайку прокурора, при котором коррупция махровым цветом цветет. О чем это говорит? О том, что Вове, конечно, пофигу все. Что он оторвался, что он не боится. То есть, конечно, он должен был сдать чайку, сдать многих и сказать, ну, как Мао Цзэдун. Да, и устроить новую культурную революцию. То, что мы от него ждали на случай, если он почувствует опасность перед выборами. Вот перед этими. Но опасность не связана с выборами. Опасность связана с революцией. То есть, он должен был устроить такую маленькую культурную революцию. Разогнать этих всех кренделей, набрать молодежь и так далее. А как она выглядит, культурная революция, когда тут побеждает какая-то 26-летняя девушка? Девчонка, да, на праймере в Саратове, да, с какой-то мусульманской фамилией. Потому что кто-то что-то там принес бабок, да, там, или еще что-то там. Как-то решил вопрос. Но это не та культурная революция, которую должен Вову для своего спасения был устраивать. И это его не спасет. То есть, Вова теряет время, теряет очки. И вот, как это ни парадоксально, но генеральный прокурор Чайка, это еще один гвоздь в гроб режима Путина. Мне кажется, для него это был принципиальный вопрос, потому что он считает, что... Он не сломался, такой герой. Он считает, что если Чайку его снимет, то ему придется всех просто снимать. Потому что на всех есть... У него единственный выход был именно так и сделать. Набрать юных негодяев, таких вот, как Мао Цзэдун, Кунвайбинов, да, набрать этих юных негодяев и этих всех отдать им на растерзание. И сказать, опаньки, а я вот весь чистый такой. И вот с юными негодяями нам сложно было бы оппозиция разбираться. Да, мы с ними бы разобрались лет через пять. Но было бы это очень сложно сделать. На самом деле, мне кажется, лично мое мнение, что в ситуации с Чайкой, как бы ни поступил Путин, начиная там от крайних мер, что он бы его расстрелял и заканчивая крайними мерами, что он его там святым сделал, он бы в любом случае проиграл. Потому что если бы сейчас Путин его снял и там во всех смертных грехах обвинил и посадил бы его на сто тысяч лет в тюрьму и отправил бы его там варить лес, представляете, какой он делает пиар Навальному. Просто космический. То есть у Навального там, я не знаю, три звездочки. Путин не думает о Навальном, он думает о себе. А вот здесь было бы правильно сдать всех. Хорошо, а почему же тогда они сидели у тебя там 10 лет и воровали космическими масштабами? Ну так вот, так получилось, понимаешь? Но с другой стороны, я говорю, если бы он призвал молодежь такую дикую, и в общем-то, то я говорю, юных негодяев, то нам гораздо было бы сложнее разобраться, чем со всеми этими кренделями, которые замазаны уже, у них пробу негде ставить. Поэтому и у народа нет никаких вопросов, понимаешь? То есть все знают, кто они такие. Так, сейчас еще так, что-то тут много, ну, много интересного, но это на завтра тогда перенесем, потому что прям прекрасные такие новости. Ну, они, не обязательно сейчас их произносить. Так. Ну, ладно, давайте тогда, что мы ответим на вопросы. Завтра тогда будем отвечать, потому что уже половина времени. Так. Вот нас очень часто спрашивают, что сейчас нужно делать для, вот, в общем-то, приближения нашей даты. Но помимо праймерс, о котором мы говорили, вот мое личное мнение, такой совет абсолютно всем, я сейчас скажу предисловие, а потом вопрос будет. Совет абсолютно всем, что нужно делать, чтобы 5, 11, 17 наступило как можно, я не знаю, удачнее, что ли сказать. Надо переставать быть наивными. Вот нам пишет человек, Слава, может быть, вам свою партию создать? Ну, предположим, я создам свою партию. Они как-то ее зарегистрируют. Ну, будет там запрещенная партия какая-то. Мы сейчас что делаем? Мы сейчас вот проходим вот этот праймерис, так скажем. Все будет зависеть от того, удачно или неудачно. Если мы все делаем удачно, побеждаем, то просто рвем их на части на выборах, просто в хлам разрываем. И после выборов начинаем уже жестко заниматься. И, в общем-то, мы не формируем партию, мы формируем колонну революции, как бы они ее ни называли. Пятой, десятой, двадцать пятой колонной. Мы так и будем, мы формируем колонны революции, то есть бойцов революции. Как они будут называться партии, колонны, я не знаю, там абсолютно это не имеет значения. Главная цель, какая цель у нас после этого появляется? Ну, подойти к пятому-одиннадцатому уже вполне сформировавшимся, я не знаю, соединением в каждом регионе. В каждом регионе. Так, у нас что-то, а, все, опять красное. Задержки идут, как это не противно, да? Не получится ли у Вячеслава с революции, как с главным героем в фильме «Дурак»? Напомню, что в этом фильме в конце главный герой пытается спасти жителей общежития от брушения общежития, выводит их на улицу, после чего эти самые жители его избивают. Ну, не страшно. Если жители после революции забьют Мальцева, это не страшно? На самом деле, мне главное это сделать дело, а не получить какой-то памятник при жизни. Меня это вообще меньше всего волнует. Если так стоит вопрос, то я согласен. Вообще, я как-то особо сильный и не думаю насчет каких-то этих... Пишут, пишут Киселев, это Геббельс, но, побоюсь с Богом, Геббельс был наеобразованнейший человек. Ну, не, я не реабилитирую нацизм, уважаемая прокуратура, я не реабилитирую нацизм. Вот, нет, он хотя бы был какой-то, я не знаю, ну, как вот сказать даже правильно, ну, какой-то образованный, что ли, человек, ну, такую политпропаганду вести, это же нужно иметь какую-то кладезь невероятную знание. А Киселев, ну, это же смешно. Не, ну, Киселев абсолютно смешно, но Геббельс тоже не надо идеализировать. Я вот читал, многие, так сказать, на немецком я не читаю. Я не Путин, не читаю я на немецком. В эволюции происходили в период войны военного положения. Как вы считаете, произойдет ли что-нибудь подобное к 5-м, 11-м, 17-м? Если да, то кого будут причины и стороны? Ну, мы это ожидаем, ну, как подсказывать не будем. Безусловно, мы ожидаем, мы, безусловно, ожидаем, что будет кризис, серьезный финансовый кризис. Вот очевидно, что он будет, поэтому как-то вот так. То есть не будет ничего хорошего, поэтому можно будет смоделировать революционную ситуацию. Она и сама по себе будет, но тут некоторое моделирование все-таки нам дает возможность организовать именно информационный мир. Потому что информа революции, она очень мощная, и она сама себя подпитывает. Самое главное было это зерно посадить. Оно уже растет, само собой, и оно набирает силу. Самое главное, чтобы не перегорел, ну, в общем, он прийти вовремя. И чтобы это вырос росток немаленький, и чтобы уже не состарился, так скажем, что вот на подъеме все это случилось. После революции разрешите свободное хождение оружия. Да, конечно, безусловно. Это одно из условий. То есть единственным источником власти является не просто многонациональный народ, но вооруженный народ. Мы не будем писать. И единственный источник власти – это вооруженный народ. Народ вооружен. Вот такие дела. 25 грамм хлеба, говорят, а сами плавают наехать. Да куда это они сами уйдут? Вы что? Такая халява. Да где же это такое? Вот посмотрите, где такую халяву можно было получить? Кем были эти люди в 90-м году? Ну так, я вот обещаю, то есть обещал, что лишний раз матом не буду ругаться, да, ну вот тут прям я бы и заругался. Прям и заругался, кем они были. Ну нет никем, ничтожество они были. А сейчас они там миллиардеры. То есть в течение там 5-7 лет, там 10 лет, они там 15-ти стали миллиардерами. Ну а что он говорит? И это что? Это кто такой? Это Усманов или там Ротенберг или кто? Это что? Маск? Это там Билл Гейтс? Миллиардеры. Пишет, хорош на сегодня, эфир зависает. Ну да, что делаем. Ну еще раз мы просим вас, чтобы вы зашли на сайт Волна-Перемен. Зарегистрировались там. Зарегистрировали всех знакомых, друзей, знакомых и так далее, и так далее, и так далее. Поскольку это можно сделать только до, включая 25-е число, до 26-го числа, до 0 часов. То есть вы до этого времени регистрируете, а проголосовать можно будет только 28-го и 29-го. Поэтому постарайтесь как можно больше людей подтянуть, самим зарегистрироваться. Потому что вы, может, и хотите проголосовать, но не зарегистрируетесь, опоздаете. Поэтому старайтесь зарегистрироваться как можно быстрее, как можно больше людей зарегистрировать. и нам нужно побеждать, потому что победа Мальцева на праймере Спарнаса это победа России, мы сейчас действуем в этом направлении, не для того, чтобы обеспечить Мальцеву старость, какую-то благополучие, я не хочу быть депутатом Госдумы, если бы я хотел быть, я бы со славой не ссорился, сейчас бы уже был зампредседатель Госдумы, сидел бы, курил, а может и при этом Госдумы, и так бы было хорошо, но душа у меня была бы неспокойная, я бы сейчас уже был на том свете, меня бы инфаркт разбил, когда бы я видел, что блядство такое происходит, и я в этом участник, а я хочу быть участником хорошего, хорошего того, чтобы отстранить от власти подонков, чтобы посадить злодеев в тюрьмы, чтобы русский народ не 125 грамм хлеба имел пайку, а сволочи рассекали на яхтах, а чтобы был совсем наоборот, у сволочей была 125 грамм пайка, а лучше пусть сами там все ее добывают где-нибудь на северах эти пайку и так далее, а у нас чтобы было все нормально, чтобы люди не вешались, не стрелялись, и чтобы у нас будущее было, перспектива хоть какая-то, сейчас мы ее не видим, поэтому прошу вас, это очень важно, я еще раз говорю, это очень важно, это вот на сегодняшний день самое важное дело, победить на площадке Парнаса, самое важное. Ну и в завершение такая рекламная пауза, я смотрю у вас уже несколько лет, у меня сегодня день рождения, поздравьте меня пожалуйста, я Женя Кудин из Украины, Евгений. Женя Кудин из Украины, с удовольствием поздравляем, тем более, что это наш зритель, и в общем-то мы, информационный мир как-то так устроен, что вот мы теперь знаем Женю Кудина, он знал про нас еще раньше, и как-то вот мы едины, и вот то, что называется артподготовка 5, 11, 17, это вот какая-то единая информа, которая включает сейчас и Женю Кудина, представляешь, и включала, мы не знали про него, но он был с нами, представляешь, и это очень интересно в том плане, что вот когда говорят, да помнишь, кто-то сказал, что вот для Мальцева там важно каким-то депутатам или кем стать, каким-то, вот важно вот это, важно то, что я могу влиять на умы людей, вот Жени, который живет на Украине, я могу на его мировоззрение влиять, и я поэтому, чем больше растет количество зрителей, тем более серьезно отношусь к тому, что я делаю, потому что я понимаю, что это огромное влияние на людей, на умы, и что это в информационном мире сегодня самое важное, вот это. Поэтому я прошу вас помочь нам, регистрируйтесь на сайте Волна Перемен, что там еще надо сказать. У нас появилась страница ВКонтакте, на которую какое-то невероятное количество людей пишет, в общем-то ссылка на страницу есть в описании, там есть агитационные материалы. Пишет мало, должно писать больше, ты говоришь, невероятное количество, пишите больше, регистрируйтесь там тоже. Регистрируйтесь на нашем резервном канале, там выкладываем нарезки видео, и у нас менялись реквизиты, будьте внимательны. И вот, мы забыли, это вообще одно из самых главных, мы эпохальное событие совершили, мы реанимировали твиттер наш. Да, твиттер у нас работает, с вчерашнего дня, вот целый день мы вчера сидели, открыли...